Перед просмотром этого ролика оповещаю вас о том, что у нас ведется набор в клуб Тимплей, если вы активный игрок и у вас есть 10 тысяч кубков, то милости просим, тег будет в описании и в комментариях. Здорово ребят, с вами Тим и это новый ролик по игрушке Бравл Старс. Как вы знаете, недавно я покупал в магазине спецпредложения и там у меня был выбор на гемы купить либо Сэнди, либо Ворона. Я конечно же не дурак и покупать за 500 плюс гемов Сэнди не стал, купил Ворона за меньше чем 300 гемчиков и у меня остались гемчики, поэтому сегодняшнюю акцию я тоже смогу купить. Это 4 мегаящика, которые помогут мне в прокачке. И да, с того открытия я получил еще 2 бойца, то есть за эту неделю я открыл и Бия, и Макса и купил еще и Ворона. И кстати говоря, Бия я уже практически зафулил, мне осталось лишь только ее прокачать до 9 левла и все. Ну а спонсор сегодняшнего ролика приложение Бузбрик. Это приложение, которое дает возможность узнавать самые актуальные новости из интернета и за это вам еще и платить. Уже 36 тысяч отзывов и более миллиона скачиваний. Переходите по ссылке в описании, устанавливайте данное приложение на своем устройстве. Очень простая регистрация через Facebook или же через Google. Вот так выглядит интерфейс приложения, вы можете как просто листать ленту с актуальными новостями, так и выбрать для себя актуальные разделы. Я выбрал смешное и также спорт, вы можете смотреть как просто видосики, также открывать какую-то статью и узнавать о ней поподробнее. Ну и отдельный раздел, который вам явно понравится. Это кошелек, когда вы заработаете очень много очков, вы можете вывести все свои средства. На данный момент только на PayPal, но приложение развивается. То есть из персонажей мне падает только Макс и Ворон, поэтому сейчас я затарюсь этими поинтами и возможно еще вкачаю этих новых персонажей. Итак, давайте открывать потихонечку, поехали. 130 гемчиков и фух, погнали. Я на легендарку, кстати говоря, в этом открытии не надеюсь. Самое главное, чтобы мне падали поинты, ну а если выпадет пассивка, то я буду только этому рад. Ладно, давайте открывать очки силы. Кстати, это не моргание случаем, а вот типа как говорили или это нет? Нет, это не оно. Я просто знаю, что когда что-то будет падать, типа моргает оно. Ну, кстати говоря, неплохо так поинтов падает, плюс золото, плюс... Ну, короче, вы видите все на экране. Меня, в принципе, это устраивает, то что с мегаящиков столько всего падает. Да, я уже смогу вкачать Макса, причем довольно легко. И билетики. Кстати говоря, скоро нужно сливать мне еще и билеты. Билетов у меня тоже полно, как раз таки там заработаю обычных сундуков и тоже сделаю открытие. Опять же мне падают билетики и на этом все. Теперь по гемчикам я опять бомж, к сожалению. Но зато у меня есть золото, зато я могу теперь вкачать и Макса, и Ворона. До какого левла, я не знаю, давайте посмотрим. До седьмого левла уже Ворона, офигеть просто. И до седьмого левла Макса. По два левла всего остается, и они опять же будут фуловые. Это капец просто. Это около 800 мне нужно собрать. На каждого персонажа по 800 поинтов, и они будут фуловые. Да, 800 и 700 поинтов. Ну это изи, мне кажется, тем более с наличием 140 билетов, когда там раборубка будет, кстати, через день. Лол, через день 140 билетов, это будет прилично, плюс у меня есть удвоители. И как раз таки я сделаю открытие после этой раборубки. Да, у меня 1800 поинтов. Это довольно приличное будет открытие. Наверное, ящиков 40, я думаю. Хотя... Ну да, может даже больше будет. Я точно не считал, но примерно. Короче, я не знаю, чем будем сегодня играть, но на прошлом ролике мы играли Беа. И, кстати, я 500 плюс ее на изи апнул. И остается мне только лишь Ворон и Макс. Но, Макс, мне честно сказать, ну зашел, но его надо прокачивать. И, кстати, сейчас он уже седьмой левел, и я им хоть как-то могу играть. Но на первом левле я его вообще не мог юзать. Давайте тогда парочку каток сыграем на Вороне, а уже потом сыграем на Максе. Я не знаю, что сейчас было, но меня тупо выкинуло. И, кстати говоря, сейчас даже не показывается данный обои. Потому что я вроде как сыграл катку, у меня минуснуло кубки, но при этом боя нет. Возможно, он будет после... А, вот, он обновился. Короче, меня выкинуло, меня завалили девятым аж. Прикиньте. Вот так вот и играем. Бравл Старс, не лагающая игра. Самая не лагающая игра в мире. Да. Как бы это странно ни звучало. Мне кажется, каждый ухмыльнулся насчет этого, что я сказал. Ладно, сейчас будем тащить. Надеюсь, сейчас у меня уже не вылетит воробушек, кстати. Будет у нас... Блин, слушайте, это мясо похоже. Да, это мясо. Все. Пэмка забрала мясо. Минус один челик, минус один оппонент. Это плюс. Ладно, дальше воруем. Кстати, как только я вкачал ворона, он реально начал боксы фармить на ура. А то я помню, первым левелом приходилось на две тычки больше делать, чем сейчас. Пэмка, Пэмка, Пэмка меня сейчас встретит. Нет, интересно. Она ко мне побежит? А, ну все понятно с ней. Или непонятно? Ой-ой-ой, больно. Пэм, Пэм зажимает страшно. Она меня с двух тычек может вальнуть на изи. Ну даже не с двух тычек, а с нескольких зарядов. С нескольких, короче, неважным. Так, 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 так. Семь уже оппонентов остается. Мортиса сейчас сжать будем. Будем сжать Мортиса. Хоп, хоп, хоп. Все, давай, жмем Мортиса. Жми, 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 Мортис. Алеша, ты че? Капец просто. Странная какая-то Пэмка. Ладно, все, Мортиса зажал. Я отлично. Он какой-то странный, лагающий. Ну, я же говорю, Броу Старс это самая не лагающая игра. И это нормально. Вполне нормально. Так, убегает от нас Дэрил. Ну, кстати говоря, он зажать меня легко сможет, если он ко мне подкатит на своей бочаре. Поэтому лучше не суваться. Бац, бац, бац. Вот теперь я его не боюсь. Почему? Потому что у меня есть ульта. Я смогу, если что, в нужный момент убежать. Как вы понимаете, хоп. Ну че, зажимать будем кого-нибудь? Нет, а, давайте зажмем кого-нибудь, а. Я потихоньку накидываю. Вот реально, главный плюс Ворона в том, что он может вот так вот накидывать. И это реально годно. Кстати, я думал, он ко мне прилетит. Оказывается, нет. Он что-то от меня наоборот убежал. Ну, в целом, это даже хорошо. Пэм, лишь бы ты не меня прессовала сейчас. Они еще и тимятся. Ай, блин, 2 на 2 хотят тимиться, что ли? Не, я не тимлюсь. Сегодня я злой. Тимиться не буду ни с кем. А кто еще остался там? Подождите, че, они меня сейчас втроем будут прессовать, что ли? Вы че? Дядя, тетя, вы че, прикалываетесь надо мной, что ли? Он, кстати, меня подтянуть может еще в придачу. Я ему потихоньку тоже урон уношу. Он боится, еще и убегает от меня. Бац, 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 бац. Все, накидал. Эй, ей, 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 ей. Ясно. Хоп, хоп. Накидал. И все, я сдох. Ну, к сожалению, я сдох. Ну, 700 хп всего осталось. Одну тычку бы я ему кинул. И все, считай, капец ему. Но второе место, мне кажется, тоже отличный результат. Я так посмотрел. Мы сейчас сможем с вами открыть еще один бокс. Хоть и обычный, но сможем. Ля какой. Смотрите. Сейчас двойное увеличение этих жетонов. Ой, не жетонов. А, ну, короче, увеличивает токены. И считай, за 18 очков я получаю 72. Это жесть. Это очень много. Ну, благо, что есть такие события предновогодние. Короче, ладно. Открываем. Макс, Ворон. Ну, нормас, короче. С обычного падает по 10 этих ускорений. То есть, приблизительно после раборубки мне еще нужно поиграть недельки, две, полторы. Нет. Да, полторы, скорее всего. И я буду опять фулов. И мне будет падать только гемы, билеты и золото. Все. Больше ничего падать не будет. Но, кстати говоря, золоту я буду очень рад. Потому что качать мне еще прилично. 12 персонажей. Кстати, 13. Почему 13? А, ну, значит, 13 персонажей я что-то перепутал. А то у меня, я думал, было 12. Но неважно. Короче, давайте теперь Максом немножко поиграем. Потому что в прошлом ролике я вроде бы как его не юзал. И тем более мы можем апнуть сейчас на нем 11 ранг. Да. Поехали. Тысяча озер. Погнали. Сейчас будем ускоряться и убегать от всех. Потому что, к сожалению, урон у него мизерный, если банок не будет. Но мы постараемся кого-нибудь даст загнуть сейчас. Кстати, Бия легко Максом завалить, если... Ну, если Бия косорукий. Можно мягко сказать так. Потому что частенько встречаются Бия, которые попасть не могут совсем. Оп-оп-оп. И все. Минус. Оп. Стоп-стоп-стоп-стоп. Не стреляй в меня, плиз. Ну все, короче. Забрали Бия. Он сам почему-то у нас загнулся. Хотя в него Пайпер просто шатануло. Поэтому он и загнулся. Хоп. Ну там она затарилась. И все. Сейчас будет сидеть. А, кстати говоря, тем временем уже остается всего 7 персонажей. Точнее, 7 врагов моих. Точнее, 6 даже. Я же типа 7. Мой. Такс. Ну давайте взлетим. Я надеюсь, там в кустах никого нету. А если есть кто-то в кустах, мне капец придет. О, сородич. Саламалейкум. Ты что там забыл? Хе-хе. Так. Это мое добро, да? Я надеюсь, что это мое добро. Бац-бац-бац. Все. Это мое добро. Забираем. И у меня уже 7 ящиков. Конечно, показатель ящиков это ничего не значит. Но все равно мы можем... Ну вот, к примеру, вот это вот. Легко втащить и забрать все, что тут есть. Оп. Нифига себе мы его зажали, братан. Вообще жестко, да? Я тоже. Я тоже этот. Офигел от этого. Кстати, тем временем остается всего вот эти вот 3 челика. Минус эмс, короче. Все понятно с ней. Смотри, смотри, смотри. Хе-хе. Э, дурачок. Ты че? Ты че, прикалываешься, что ли? Чи или не чи? Правильно, вали этого челика. И куда? И куда? Ну куда ты? И куда? Ну все ж ты. У меня 13 банок или сколько там? Уже 14 банок. Ишь, убежать он от меня хотел. Ну капец он, конечно, дает. Ну все, мы апнули, получается, 11 ранг. Но это изи, конечно. И, кстати говоря, чувствуется то, что ты его апаешь. Первым левелом реально было сложно играть. А тут уже как-то покомфортнее. И боксы фармить удобней. И, кстати, с 4 ударов, по-моему, бокс не фармится. Сейчас посмотрим. Да, по-моему, 5 надо ударчиков. И, кстати, редкие случаи бывают, когда ты перестреливаешь 8 бит. Ну давай, давай, че ты вот там ждешь? Ну че, ну че ты ждешь? Ну, 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 и че, и че ты? Медлительная скотина ты. Хе-хе-хе. Не люблю я вот этих вот 8 битов. Особенно, когда они свою плюшку эту поставят. Очень сильно мешают мне. Так, 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 так. Зажим пошел, зажим пошел. Минус еще один. Ля какой пенис. Чекируйте. Трехметровый. Оп. Еще минус. Еще минус. Хе-хе. Люблю впритык зажимать эмс. Считай, двоих сразу втащил. На изичке. Оп. Вбегаем, вбегаем. Не, вбегать не буду, ладно. Так, нет, нет, нет. Стоять. И минус нуля. Короче, кто попал, тот и выиграл. Кто косит, тот не выиграл. Ну, в принципе, очевидно. Ничего нового. Так, вот здесь есть кто-нибудь? Может, 8 бит там затарился? Очень частенько встречаю их крысами на таких картах. Потому что ничего сделать они не могут. Хотя, это все зависит от игрока, конечно же. Но все же. И че, и че. У меня 7000 хп. Давай, до свидания, братишка. Чи или не чи. Да, мне бы еще ускорялку вот эту вот божественную. Но, оп. Не попаль. Но, навряд ли я ее как-то получу. 2500 хп. Ну, в принципе, я его зажать смогу. Просто это будет все сложно. Так, здесь кто-нибудь есть? Нет. Знаешь, вот здесь кто-то в кустах сидит. Я видел, кто-то сюда убегал. Но не знаю, когда убегал. Ты че, дурачок? Я че-то не пойму. Ты че, совсем прикалываешься, что ли? Ишь наглый какой, блин, а. Смотрите, ворон только меня накидывает, зараза. Такс. Ну, все понятно, короче. Надо от ворона убегать. Побыстрее. А то мне нужно так-то отхилиться. Он так и будет накидывать. Зараза. Иди нафиг от меня. Вот скотина. Все, я минуснулся, короче. Ну да, очевидно. Очевидно, я минуснулся. Блин. Я умер. Я все. Я ничего не сделаю. Вот этим ворон мне и нравится. Мне надо было сразу же убегать оттуда. Я просто, ну, не умею мансить пока. Хотя умею, но не на максе. Мне этим и не удается. Играть на максике. Ну, хотя против воронов-то я редко-редко попадаюсь. Я в основном их просто зажимаю, потому что хп у них мало. И тут мне надо было тоже зажать, наверное. Потому что, ну, вы видели. Он со временем мне просто накидал, хотя его мог зажать в любой момент. Да, у меня было бы лох хп, но зато я бы сделал свое коварное дело. Так, у нас что-то встало. А, точнее, встал. Кирилл. Живой там? Нет, Кирилл у нас? Братан, ты живой? Нет? Нет, ты не живой. Сочувствую. Если что, я памятник за тебя поставлю. Так, в центр нужно идти. У нас там боксики. Много боксиков. Мне нужных. Поэтому забираем. Так, мы так и не проверили. Фармить сошли. Бокс за несколько тычек. Опять тиммится хотят. Да, отвалите вы от меня, блинские тиммеры гребаные. Не люблю я тиммится. Я вообще не тимлюсь. Это вообще Вика. Капец, собралось тут людей. И, кстати, я с ним не тиммился. Ничего не делал с ним. И при этом он со мной все равно тиммится. Лол. Просто лол. Ну что, добивай там иди, Карл. Я же знаю, что ты добьешь. Или его сейчас убьют, прикиньте. Будет рафляна, конечно, это. Хоп. И все. Хоп. Ну все, тут автоатака. Я его просто зажму и все. И Вику мы минусуем сейчас. Ну, изичка, короче. Очередная изикатка. Что там, Вика, братан? Мы же с тобой тиммились там. Давай, уходи. Все, уйдешь, нет? Или стреляться будешь? Нет, стреляется. Ну-ка давай, братан. Я знаю, ты попадешь. Хе-хе. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Хоп. Хе-хе. Так смешно играть с челиком, у которого нет банок просто. Просто нет банок. И что? И что? Хе-хе. Блин. Издевательство над владельцем. Ну, над владельцем. Ну, уходи ты, че ты. Я тебе вон уже. Ну все, молодец, наконец-то. Надеюсь, она и так поняла, что, типа, смысл тягаться с профессионалом, просто топовым игроком, который не может поднять 200 кубков. Да ладно, шучу. Я просто не старался. В общем, на сегодня ролик заканчивается. Спасибо, что вы посмотрели. В целом, все вот эти персонажи годные. Открытие понравилось. Но если бы попала пассивка, я бы был бы еще более рад. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк. Всем удачки. Всем пока. Продолжение следует.